Защитить жмеринский вагоноремонтный завод «Экспресс» требуют от президента и премьера сотрудники предприятия. Сегодня в городе прошла массовая акция протеста. На днях на заводе следователи ГПУ совместно с сотрудниками СБУ провели обыски. Изъяли документы и печати, без которых работа предприятия может остановиться. В ситуации разбирались наши корреспонденты. С плакатами в руках сотрудники завода и несколько тысяч жителей жмеринки вышли на митинг. Утверждают, готовы к радикальным действиям. Будем пытаться отстаивать свои права на право существования нашего завода и нашей жизни. И чтобы не было действительно какое-то беззаконие. Я хочу, чтобы предприятие проживало, чтобы так само была возможность проживать здесь и зарабатывать гроши. С 1994 года завод находится в частых руках. Долгое время предприятие работало в убыток. Были миллионные долги перед кредиторами. Зарплаты не выплачивали месяцами, рассказывают сотрудники. Пока в 2015-м не сменился собственник. Нам удалось за три года с объема в месяц 8 вагонов выйти на 202 вагона по ремонту. Это второй показатель в Украине. Мы этим гордимся. Это дало возможность за последние годы добрать еще 400 человек на работу. Сейчас общее количество рабочих мест 600. Со средней зарплатой 11-12 тысяч гривен. Протестные акции предшествовали недавние обыски на предприятии. 11 апреля на завод нагрянулись следователи генпрокуратуры, сотрудниками СБУ. Якобы в рамках расследования о нанесении материального ущерба государству и злоупотреблению служебным положением руководителям ими инфраструктуры и Укрзалезницы. Адвокат Роман Корченюк подтверждает, компания действительно сотрудничает с госструктурами. Например, заключила два договора с железной дорогой. Все тендеры прошли через систему Прозора. Документы об этом предоставили следователям. В принципе, их не цікавили. Их цікавили суто про установленные документы, корпоративные документы на співвластников данного товариства. Что, с своего боку, выводит на думки, что все-таки это начало крейдерского захопления. Более того, на обыски адвокаты смогли попасть только через 7 часов после начала процессуальных действий, утверждает директор предприятия. У них были свои права, и этим они использовались. Обыски, которые наши адвокаты им объясняли, что у них есть, кроме права и обыски, они в резкой форме обрубливали. И это была такая дискуссия на повышенных тонах, чуть ли там, ну, такие мотивации с толханием. Собственник предприятия уверен, следователи вышли за рамки закона. В ухвале суда этого даже не было сказано. Изымает все правоустанавливающие документы на предприятия о собственности. Изымается печать предприятия, что блокирует финансовую деятельность. Их действия показывают нам, что у них цель была совсем иная. Дестабилизировать предприятия, забрать первичные документы, оригиналы. Действует в отношении третьих лиц. После митинга на заводе активисты с плакатами прошлись по центру города. О проблеме хотели рассказать и мэру Жмелинке. Но он к людям не вышел. Тогда работники отправились к главе райадминистрации. Ему вручили письмо от коллектива с обращением к президенту и премьер-министру с просьбой помочь разобраться в ситуации. В неделю зарегистрирую, передам высшестоящим инстанциям. Я думаю, будет определенная реакция. Впевленный, что завод так и будет продолжить опросовать. Правоохранные органы дадут свою правовую оценку. Пока что правоохранители ситуацию на предприятии не комментируют. А депутаты городского и районного совета в понедельник собираются на неочередные сессии. Они также намерены отстаивать интересы градообразующего предприятия Жмелинке. Богдан Вербицкий, Александр Васильченко, Василий Миновщиков. Подробности телеканал Интер из Винницкой области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров Н.Александрова